Уважаемые депутаты Государственной Думы, дорогие друзья, рад приветствовать вас и поздравить с началом работы Государственной Думы России седьмого созыва. Сегодня в этом зале представители всех 85 субъектов Российской Федерации, и среди них народные избранники Крыма и Севастополя. Граждане доверили вам высокое звание депутата. Избирательная кампания прошла открыто в честной конкурентной борьбе. Ее результаты основаны на воле и выборе российского общества. Вижу в безусловной легитимности парламента залог силы и авторитета законодательной власти. Серьезно выросла роль Государственной Думы и как представительного органа власти. Половина мест в парламенте принадлежит депутатам, избранным напрямую жителями конкретных территорий, округов, регионов. В целом состав Государственной Думы заметно обновился. В нее пришли представители общественных, профсоюзных, местных организаций. Убежден, в результате усилится обратная связь парламента с избирателями, с гражданским обществом, с регионами страны. А значит, возрастет и качество законотворческого процесса. Рассчитываю также, что Государственная Дума будет более предметно взаимодействовать со всеми, кто обладает правом законодательной инициативы, включая региональные парламенты. Активно использовать практику нулевых чтений, общественных слушаний, в том числе с участием представителей партии, не вошедших в парламент. Подчеркну, работающие, действенные законы – это не только результат безупречной юридической техники, что, безусловно, очень важно. Но, прежде всего, принимаемые парламентом решения должны основываться на гражданском согласии. И поэтому Государственная Дума призвана стать постоянной площадкой для широкого общественного и политического диалога. Уважаемые коллеги, в ходе избирательной кампании люди сформировали запрос на содержательные изменения в экономике, в социальной сфере. Вам, как законодателям, предстоит напряженная, ответственная работа, и её нужно начинать безотлагательно. При этом вы всегда можете рассчитывать и на поддержку президента, и на мою поддержку, и на самое тесное взаимодействие с правительством Российской Федерации. Умение ветвей власти работать согласованно и эффективно – одно из главных условий общего нашего с вами успеха. Чтобы повести экономику на новую траекторию роста, нам нужно снять законодательные барьеры, которые стоят на пути развития конкуренции, притока инвестиций, внедрения современных технологий, обеспечить сбалансированное развитие российских регионов, северных, дальневосточных территорий. В Государственную Думу будут внесены законопроекты, касающиеся поддержки предпринимательства и частной инициативы. В том числе речь идёт об укреплении законодательной защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных, а таких, к сожалению, тоже ещё есть сотрудников правоохранительных органов. Сейчас хотел бы обратить ваше внимание на самое главное. А что на самое главное? Конечно, особое внимание следует уделить решению задач в области образования, здравоохранения, жилищной политики, экологии. То есть в тех сферах, которые прямо влияют на благополучие людей, на социальное и демографическое развитие. Для того, чтобы сконцентрировать усилия и ресурсы на решение наиболее острых системных задач в экономике и социальной сфере, мы запускаем приоритетные проекты. Я прошу обеспечить их оперативное и законодательное сопровождение, а также при работе над федеральным бюджетом предусмотреть финансирование приоритетных проектов в полном объёме. И, конечно, нам нужно укреплять безопасность и обороноспособность страны, отстаивать её позиции на мировой арене. Рассчитываю, что парламент, все фракции окажут этой работе необходимую политическую и законодательную поддержку. Также считаю важным в полной мере использовать ресурсы парламентской дипломатии для развития конструктивных международных связей со всеми заинтересованными партнёрами. Дорогие друзья, российское общество ждёт от вас вдумчивой и профессиональной работы, глубокого понимания ценностей права и закона, готовности отстаивать общегосударственные и общенациональные интересы. Я обращаюсь к представителям всех фракций. Текущие политические разногласия всегда были, а не есть и всегда будут. Из этого, собственно говоря, и состоит жизнь. Но статус народного представителя, забота об авторитете парламента, ответственность за судьбу страны и её граждан много выше и личных, и даже партийных амбиций. Именно так действовали депутаты Государственной Думы шестого созыва, проявляя единство при принятии самых принципиальных и, без преувеличения, судьбоносных для России решений. За эти годы российский парламентаризм сделал большой шаг в своём развитии, стал более профессиональным и более ответственным. Удалось обеспечить открытый и честный диалог различных политических сил. Хотел бы ещё раз поблагодарить прежний состав парламента, его руководителя Сергея Евгеньевича Нарышкина, за результативную и эффективную работу. Уверен, преемственность обязательно сохранится. Рассчитываю, что новый депутатский корпус приумножит то лучшее, что было сделано прежним составом Государственной Думы, и, конечно, будет беречь историческое наследие российского парламентаризма. Более чем сто лет назад, обращаясь к депутатам Государственной Думы, Пётр Аркадьевич Столыпин сказал, «Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического высшего права России, быть сильной». Вот когда мы вспоминаем такие слова, или когда формулируем их заново, мы всегда исходим из того, что любой народ и любая страна имеют точно такое же право быть сильными. И ещё, мы никогда не вкладываем в это понятие, быть сильными, какие-то великодержавные нотки. Мы никому никогда ничего не навязываем и навязывать не собираемся. Сила России внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и в нашей культуре, в нашей экономике, в огромной нашей территории и природных богатствах, в обороноспособности, конечно. Но самое главное, наша сила, безусловно, в единстве нашего народа. Мы должны всегда помнить, что сила, всесоставляющая сила России, о которой я только что сказал, это важнейшее, может быть, ключевое условие сохранения нашей государственности, независимости и самого существования России как единого, общего, родного дома для всех народов, которые её населяют. Я желаю депутатам Государственной Думы 7-го созыва, новому руководству парламента, успехов в служении народу России. Благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.